Ну а мы переходим к другой теме. Итак, город Новороссийск. Морские ворота России с южной стороны. Именно оттуда приходит очень много продуктов к нам, которые попадают на прилавки и к нам на стол, либо на сельхозпредприятия. Вот об этом поговорим с гостем у нас в студии Николай Филипенко, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республики Адыгея. Доброе утро, Николай. Вот смотрите, да, хотел бы поговорить о зараженных продуктах. И вот как раз первый же вопрос, что такое зараженный продукт с точки зрения Россельхознадзора? Ну, Россельхознадзор, как представитель национальной организации в области карантина растений, стоит на страже как растений, так и территории Российской Федерации по пресечению и распространению карантинных объектов на территории России. А вот пример можете привести? Что вы не пропускаете? Значит, есть соответствующий приказ за номером 501, он буквально был недавно освежен. Это приказ о перечне карантинных объектов, в которые ходят 175 карантинных объектов. Из них 36 распространенные территорические федерации и 132 нераспространенные. А пример какой-нибудь, что это? Ну, допустим, из перечня нераспространенных карантинных объектов. Это средиземноморская плодовая муха, которую часто мы выявляем в цитрусовых. Также, допустим, из распространенных карантинных объектов это восточная плодожорка, которая также выявляется в плодах наших. И всем известная амброзия полонолистная, карантинный объект. Которые пропустили случайно. Да, расскажите об этом случае. Что она у нас здесь появилась? Каким образом? Ну, я уже на предыдущей программе рассказывал историю. Ну, еще раз повторюсь. Практически, можно сказать, 100 лет назад она попала на территорию Российской империи. Начала она свое шествие с Украины, потом попала в Ставрополь и потом перекочевала уже на территорию Краснодарского края. И вот теперь мы пожинаем отсутствие карантинов. Ну, вообще, как это происходит? Вот пришел корабль, я не знаю, с огурцами или с картофелем или с пшеницей. Как вот проходит процедура проверки и выявления? Ну, поступление под карантинной продукции бывает разных видов. Это первое, когда контейнером поступает. Второе, возможно, палетным грузом. Это когда в трюмах, допустим, Турция, Сирия поставляла нам палетным грузом. И происходит следующий алгоритм действий со стороны участника ВЭД, который получает данную продукцию. Направляются материалы в таможенный орган. Таможенный орган осуществляет документарный контроль и в случае соответствия передает Россельхознадзору пакет документов. В свою очередь, Россельхознадзор также осуществляет документарный контроль по всем своим позициям. И в случае соответствия документов, выходит на непосредственно осмотр и досмотр под карантинной продукции. Оттуда на лабораторию уходит продукция. В последующем, в соответствии с ГОСТами, инструкциями отбираются образцы, направляется в лабораторию. Там происходят исследования на характерные карантинные вредители. И после этого уже выдается заключение о соответствии с фотосанитарным грузом. И тогда уже инспектор принимает решение о выпуске данной продукции. В следствии выдается акт карантинного фотосанитарного контроля. И дальше уже оформляется в таможенных органах. Понятно. А вообще много грузов в Новороссийске завернули и отправили обратно? В соответствии с законодательством области карантина растения существуют три момента, три варианта принять это действие в отношении зараженного груза. Первое – это возврат. Второе – это уничтожение. И третье – это обеззараживание. А, то есть можно спасти еще? Да. То есть, в соответствии с возможностями пункта пропуска на проведение обеззараживания, не все грузы, возможно, обеззаразят. А какие грузы, допустим, возможно спасти? И какие абсолютно не поддаются? Ну, цитрусы, допустим, можно подвергнуть рефрижерации, закладка в холодильник, выдерживание определенной температуры в определенный отрезок времени. И личинки, как я уже говорил, средиземноморской плодовой мухи погибают. Мы потом повторно выходим, досматриваем. Если она в мертвом состоянии, то груз дальше выпускает свободное обращение. Значит, за этот год, в принципе, мы 2000 тонн вернули обратно поставщикам, 1000 мы подвергли обеззараживанию и 20 тонн мы уничтожили. А вот у вас же наверняка есть список, например, вот, ага, груз отсюда, так, ну его точно не пускать, там что-то вот такое, от чего не избавиться. Ну, конечно, есть списки стран, из которых запрещено вообще ввозить карантинную продукцию или определенную продукцию, или от определенных поставщиков. Россельхознадзор в этом плане очень интенсивно работает с учетом выявлений карантинных объектов, с учетом нарушений со стороны, значит, поставщиков. В те страны, откуда поступает продукция, направляется нотификация и условия, на основании которых могут поставлять сюда, в Российскую Федерацию, продукцию. Ну вот, а у времени остается буквально 30 секунд. Один вопрос. Вот эти списки, они за последние несколько лет увеличились или, наоборот, уменьшились? Ну, как так сказать, как выходить в вашем понимании? Списка общего нет, я еще раз повторюсь, по каждой стране это индивидуальный подход. В зависимости от поставляемой продукции и в зависимости от фитосанитарного состояния. То есть действуете по ситуации? Действуем по ситуации, но с учетом, еще раз говорю, фитосанитарных рисков. Здесь обязательно отслеживается ситуация. И в этом плане, еще раз повторюсь, мы очень нарабатываем большой передовой опыт. Зачастую применяем практику предотгрузочных мониторингов. Допустим, чтобы завести саженцы из Евросоюза, необходимо предварительно выехать, промониторить, провести исследование. И только потом, что это происходит. Разрешается определенный объем навоза. Ну что ж, спасибо вам большое за вашу работу и за то, что на полях Кубани и на наших прилавках здоровая продукция. Спасибо большое. Спасибо, до новых встреч. До свидания.